Добренькое утро, дорогие друзья, любители фудфотографии, я снова с вами и вы спросите, ну как же так, ты же говорил, что до Нового года тебе не будет. Ребят, война войной, кушать хочется всегда, понимаете, у меня тут салат закончился и поэтому мне надо сочетать приятно с полезным, запастись до Рождества немножко продуктом каким-то и заодно его сфотографировать. Мы с вами как всегда будем делать в трех частях, то есть мы с вами приготовим, потом сделаем стилистику и последним будем фотографировать то, что мы сделали, ну а потом естественно четвертый этап это проба этого всего. Вы видите, сегодня я вам хочу предложить вид закуски по-немецки и немножко по-русски. Почему? Потому что начинка, мы будем работать сегодня с вами вот с этими, с баклажанами или как немцы говорят, алберджини. И тут есть два подхода, один подход такой почти вегетарианский, скажем почти, потому что в состав входит тунец в собственном соку и значит творог, потом вот эти перчики и базилика с лучком. Это вот немецкий вариант, скажем так. Но оставаясь в русской кухне, да, я как российский немец, я хочу попробовать еще другой вариант, то есть рыба та же самая тунец, но в масле майонез, чеснок и тоже паприка, паприка, лук естественно, базилик тоже пойдет, ладно. То есть, понимаете, я хочу попробовать два разных. Этот я не знаю, этот знаю, но, как сказал, некоторые пишут, что вот вас вредно смотреть, на ночь особенно. Ну, так вот, на ночь эту закуску, наверное, можно будет. А если она еще невкусная получится, я вам это скажу и не делайте ее. И стоит у меня резательная машинка. Некоторые сказали, а это для рекламы. Это не для рекламы. Это для того, чтобы вот сегодня, допустим, ровно порезать на 8 частей вот этот баклажан. И тут оно должно мне помогать. И вообще, так как я собираюсь рано или поздно все-таки свои фотографии продавать, когда они будут уже совершенно, скажем так, но не на стоках, а есть так называемый тоже сток, но это фудсток. Это немецкий сток, где цена довольно-таки приличная, потому что там люди понимают, чтобы это блюдо сделать, надо потратить деньги, которые хочется вернуть. То есть вот так. И поэтому мы сейчас с вами первонаперво займемся тем, что порежем все, приготовим, накроем ее вот этой пленочкой, поставим в сторонку и начнем, наверное, сначала с немецкого варианта. Хорошо? А потом уже перейдем плавно к русскому. И вы увидите, в чем заключается разница даже в приготовлении. Окей. Ну, начинаем работать. Ну, начинаем работать. После того, как мы тут удачно быстро все порезали, покрасили, увидели, на что способна эта машинка. Такое, такие пластики, ну, ребята, навряд ли бы я ножиком получил-то, да? Вот, смотрите. Поэтому, опять же, экономит время и делает красиво. А где взял, не скажу, чтобы не выглядело рекламой. Так. Дальше. Теперь мы с вами сделаем начинку. Для этих мы делать будем такие, немцы говорят, рольхины, как рулат такие, да? Закруточки. И туда будем делать начинку. Вот сейчас мы будем делать начинку и русскую, и немецкую. А потом посмотрим, чай из них вкуснее. Так. Это у меня немецкая сторона. Откроем ванночку. Сразу сольем тут все, что нам не нужно. Собственный сок. И заполним вот этим тунцом. Так. Теперь берем творог. Ну, по-немецкому называется фришкезе. То есть свежий такой сыр. Но по-нашему это все-таки будет творог. Вот такой мягкий совсем творог. Теперь с этой нацией будем разминать. Вы знаете, я не думаю, что это творог. Может быть, перевод неправильный, но вот это напоминает плавленый сырок. Поэтому он называется фришкезе. То есть свежий сыр. Вот у нас готовый наполнитель для немецкой версии. Значит, совсем неплохо. Мы с вами будем делать еще и русскую версию. А в русской версии все пожирнее, скажем так немножко. Чистим все. Баночки не выбрасываем. Можно убрать вот это, и она нам еще пригодится. Для декорации. Так. Сделаем новый. Делаем русскую версию. Украинской версии. Присую кром Алисс. Так же теперь Тунец сюда Не весь Слишком много может А может нет Останется все равно съем Этот вкус роднее Так Берем Сюда сначала этого репчатого лука Потом чеснока И майонез И тоже все тщательно размешиваем Добавляем естественно и такого лука Его у нас много Почему бы не добавить Так Приготовили тоже Ну я вам скажу С майонезом вкус немножко порезче Ну возможно так нам не надо Потому что мы делаем закуску А закуска должна быть Соответственно Сейчас я еще немножко добавлю Вот так Вот так Режим Смех Пусть Пальше Вы знаете в русской начинке меня смущал один момент что чего-то не хватает чтобы разбавить лук чеснок вкус я вспомнил что нужно яйцо мелко порезанное и я сейчас его уже сварю есть такая специальная варка яйцеварка здесь есть на мензурке деление если хочу вкрутую три штуки у меня вот я столько налил воды поставлю включу все это тоже очень освобождает от лишних затрат времени так ну вот вроде бы как и все а теперь займемся уже так как русскими еще придется подождать давайте займемся немецкой версии бланшировка это по-моему называется так не то ни другой не третий дюнстен может быть дюнстен то есть это немецкие названия так как я не проходил эту школу-то поларок немецкую поэтому для меня это тоже немножко является секретиком а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соленая вода Мы с вами сделаем смягчающий ингредиент То есть возьмем яичко Порежем его на мелкие части Я положил в кипящую воду наши долечки И даю им где-то с минутку здесь покипеть А потом выкладываю на досочку, чтобы они могли остыть Ну а теперь остается нам взять готовые листочки, эти лепесточки Положить сюда нашу намазочку И аккуратненько их свернуть Вот так Закрепить мы их закрепим с помощью такой палочки И сразу же отправим на тарелочку Вот так Ну и так все пять штучек Так, сделали Отставляем в сторону Накрываем тоже пленкой, чтобы не высохла И готовимся к другому И мы сейчас перейдем с вами К русской версии Так, начнем выкладывать сюда Ну а это на закуску Теперь переворачиваем Теперь можно посолить Можно даже чуть-чуть поперчить Для скусу Я думаю, наши кабачки или баклажаны Как их там, баклажаны готовы Перекладываем их теперь сюда На бумагу И дадим остыть Система заполнения ничем не отличается в принципе От первого варианта То же самое Раскладываем здесь И аккуратно закатываем И закатываем на тарелку Ну вот, дорогие друзья Мы с вами все сварили Приготовили Нам осталось только стилизировать это Стилистику произвести Но я вам посоветую Перед тем, как вы это будете делать Подготовьте схему фотографическую Она, в общем-то, простая Я, видите, взял наклонный большой рефлектор Сзади софтбокс у меня У меня вообще сейчас одни софтбоксы Вы видите У меня батарейки забыл зарядить И поэтому, чтобы не переносить на завтра Да это невозможно Еда используется там или повянет Так вот Что я сделал Я сейчас хочу в белом ключе все снять То есть мне неинтересны никакие Вокруг тут вещи Ножи, вилки Мне интересен сам продукт Как я его украшу Это будет белая тарелка На белом фоне Вот и все И поэтому я сейчас сделал так Что вот тут у меня стоит Бьюти Дичь Это тоже тарелка Чтобы она немножко давала Чуть-чуть резкости В рисунке, скажем, не резкости Но чтобы хотя бы какие-то тени появлялись Потому что эти два Они просто осветят ее А мне бы хотелось, чтобы чуть-чуть там Какие-то тени были Чтобы она была более такая объемная Вот Я поставил это все дело Фотографирую Так, сейчас мы это поставим все как нужно Сразу выставил кадр И вот сейчас я его сфотографирую Видите, белый ключ То есть в высоком ключе, да И теперь мне останется только туда положить Вот все свои приготовленные Своё приготовленное блюдо Поставить и снять Вот Поэтому такой совет С самого начала делайте так Ну, мы к этому еще вернемся Сейчас пойдемте украшать Ну, начнем, пожалуй Берем аккуратно Наши орландики Очень аккуратно берем И ставим их вместе Все пять штучек Стараемся, чтобы палочки тоже смотрели все в одну сторону Так И не особо заваливались Вот так Готово Попробуем чуть-чуть Теперь нанизаем сюда еще греческие Да, вот этими Заполнениями сюда Готово Смотрим Да, выглядит хорошо Так Теперь пришла пора Нашего гарнирчика Аккуратненько посыпаем его вот сюда Вот так Вот так, чтобы Заполнение тоже было видно Вот так И здесь Где-то что-то замазали Замазали, убираем Сразу же Не нужно нам это Вот так Вот так Смотрим, как это будет выглядеть Я предполагаю себе угол Как-то с высоты Как-то с высоты Обычного Человека, который подошел к столу И смотрит на это блюдо И смотрит на это блюдо Вот из этих я исхожу Так Есть Ну и теперь Будем Украшать базиликой Так С одной стороны И небольшой листочек Вот с этой блюдо Так Я сейчас посмотрю Стоит ли Такой маленький перчик Сюда положить Все, вы знаете И неплохо Желтый, красный, коричневый Отлично Сейчас посмотрю другой Оранжевый Мне кажется Подойдет больше Это единственное украшение Которое я хочу себе В этот раз Позволить Нет, желтенький Как-то лучше Всписывается Маленький И такой Акцентик на нем Что не очень, конечно Хорошо, что на нем Такой акцентик Не нужен Вот такой акцентик У нас Должно выглядеть Все как бы Заодно Поэтому положим сюда Красный Какая-то Пятнушка Какой-то Готово Теперь мы видим Что у нас Оливки Немножко потускнели Для этого Я приготовил Сюда Налил масло И сейчас Чуть-чуть Забрызну Вот так Есть Ну и Может быть Чуть-чуть Тоже масла Кисточкой Нанести Идем Кисточка 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 Куда-то делась Кисточка Так С помощью Ватки Тоже Можно Так Готки Так Так Ну что ж, все, внесем на фотографическую площадку. Так как у меня все настроено, уже было, поэтому мне остается только лишь нажать на курочек. Кстати, здесь я положил немножко стрелочек молодого лука, чтобы придать еще какую-то динамичность рисунку. Так. Мне кажется, здесь надо немножко опустить, чуть добавить. Ну вот, получилось довольно-таки аппетитное блюдо. Идем делать второе блюдо. Так, теперь приступаем. Колдуем здесь. Я бы хотел тут создать небольшую горочку. Опа. Создал. То есть, как бы, вот так, чтобы было видно начиночку. Мне кажется, здесь палки эти, они слишком большие. Мы их сейчас уберем. Зубочистками хорошо бы заменить, но у меня их, как бы, нет. Так. Ну и теперь, байлаги туда. Так. Можно хватить. Иначе от русских придется забирать. Так. Хорошо. Ну и из базилики мы не обойдемся, естественно. Одну положим сюда. Вот так. Нравится листочек. Перевернуть немножко. Ну, с этой стороны, наверное, не будет видно, если я положу. Вот так. И тут уже добавим пару перчиков сюда. Так. Сначала перчик. А потом уже базилику. Так. Ну-ка. Сейчас это выглядит. Неплохо. Ну, я думаю, что это лучше вот так разместить. Вот так. Хорошо. Хорошо. Что-то место пустовато. Чуть-чуть. Больше у нас уже нету. Нечем заполнять. Ну, ничего. Сположим вот так. Поделим по-братски. Вот так. Ну, тоже чуть-чуть брызнет тут. Вот так. Ну, что ж. Тоже на площадочку. Так. Сделаем снимочек. Вот так. И так как у нас эта штука круглая, то мы можем ее повращать, выискивая в самый лучший ракурс. Ну, а теперь по традиции дегустация. Так. Начнем-ка мы с немецкой версии. Так. Немножко байлок, по-моему. Так. И попробуем сейчас. Так. Вы знаете, вкусно. Свежо. Как-то так. Даже по-весеннему, скажем так. Могу рекомендовать. Без зазрения совести. То есть, внесение сюда плавленого сырка довольно-таки оправдано. Так. Ну, и теперь возьмем русскую версию. Да. Так. Так. Что-то не хватает. Здесь у меня все нормально. Здесь что-то не хватает. Вспомнил. Вот. Вот она. Империал. Болт. Только все с холодильника. Еще запотевшая. Попробуем сейчас. Заразистал? Вот сейчас все нормально. Ну, вообще, я вам так скажу, ребят, что мы с вами хорошо поработали. Мы получили две картинки. Вот одна немецкая картинка. Вторая с русским вариантом картинка. И оба, они, на мой взгляд, они сняты в высоком ключе. Они удались. Что касается вкуса. Вы знаете, вкус разный. Но они оба очень и очень эти закусочки, обе. Просто пальчики обрежешь. Вот это для тех, кто низко калорийно питается, для тех, кто любит так это по-русски и не обращать на это внимание. Ну, а пока мы с вами теперь прощаемся. Мне надо это все теперь прикончить. А вы смотрите видео и повторяйте за нами больше фуда, больше фоток, больше зрелищ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok